В работе очередного заседания городского совета наряду с депутатским корпусом и докладчиками приняли участие глава города Владислав Денисов и межрайпрокурор Андрей Букин. Первый вопрос на повестке дня – отчет о деятельности отдела полиции за 2017 год. В докладе, представленном заместителем начальника МОМВД Уваровский Алексеем Гусевым, было отмечено, что сотрудниками полиции был проделан большой объем работы, направленный на обеспечение правопорядка в городе. В числе приоритетных направлений деятельности – снижение количества преступлений и дорожно-транспортных происшествий, борьба с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, профилактика ранней подростковой преступности. В 12 месяцев 2017 года на территории МОМВД Уваров зарегистрировано 267 преступлений. Произошло снижение на 11,9% в сравнении с логичным прошлым годом. Благодаря проведенной оперативно-профилактической работе на территории МОМВД Уваров удалось найти снижение зарегистрированных преступлений против личности. На 81%. Количество убийств и покушений на них сократилось на 50% из двух до одного преступления. Отметилась положительная тенденция снижения зарегистрированных крашов чарологодоправности на 24,7%. В том числе совершено справедливости с 18 до 13 преступлений. В целом раскрываемость по всем преступлениям обеспечения на 67,2%. Средняя областная – 64%. Достижению таких показателей способствовала совместная работа сотрудников полиции, администрации города, добровольных народных дружин и других задействованных служб. Кроме того, четыре преступления, в том числе одно убийство, удалось раскрыть посредством установленного в городе видеонаблюдения. Несмотря на положительную тенденцию по ряду направлений, настоящей проблемой для сотрудников полиции в 2017 году стала борьба с участившимися случаями мошенничества, совершаемых посредством телефонной связи и сети интернет. Так, количество мошенничества, чиновников, направлений находятся на уровне прошлого года, оставляют 20 офисных преступлений. Но 16 из них остаются нераскрытыми. Это связано с тем, что преступники осуществляют свою деятельность в других регионах с сим-картами, завершенными на третьих лицах. Цель – информировать население о возможных способах мошенничества, организованных по единому 24 дней профилактики совместно с представителем ДНД общественности. В целях избежания новых случаев мошеннических действий разъяснительная работа среди населения будет продолжена и дальше, а граждан призвали быть более бдительными. В рамках заседания итоги своей деятельности за 2017 год представил и Городской совет народных депутатов в лице его председателя Зинаиды Исуповой. За отчетный период было проведено 14 заседаний и рассмотрено 107 вопросов, в том числе касающихся бюджетных отношений, муниципальной собственности, внесения изменений в устав города и исполнения требований градостроительного кодекса. Кроме того, в 2017 году были приняты программы комплексного развития социальной и транспортной инфраструктур города, рассмотрен прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы. Главным направлением работы городского совета было и остается компетентное и своевременное создание и совершенственная нормативно-правовая база, обеспечивающая практическую реализацию программ социально-экономического развития, качественное решение вопросов местного значения в области социальной, экономической, бюджетной политики, определенных федеральным и региональным законодательствам. Встречи с жителями и трудовыми коллективами города – вот еще одно важное направление деятельности депутатского корпуса в 2017 году. За отчетный период на прием к депутатам обратилось порядка 300 человек. Основные темы – строительство и ремонт дорог, имущественные налоги, жилищно-коммунальное хозяйство. Все поступившие обращения граждан были рассмотрены и по возможности оказано содействие в их решении. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. НашГород.